Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы события в студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем о самых ярких новостях этой недели. И вот чем особенно запомнились последние дни. Социальные проблемы и экономическая ситуация в стране. Президент Путин в прямом эфире отвечал на злободневные вопросы россиян. Жизнь за квадратные метры. В областном суде рассматривается громкое дело черных риэлторов. Овеян тайнами и легендами. Бункер Жукова впервые открыли для посетителей. Президент России Владимир Путин в 15-й раз провел прямую линию с россиянами. В этом году главе государства поступило более 2 миллионов обращений. Первый вопрос задал учителя из Иркутской области и касался маленькой зарплаты учителей. Президент напомнил, что была поставлена задача довести средний заработок педагогов до 30 тысяч с лишним рублей. Но на практике деньгами учителей распоряжается школа, распределяя штатное расписание. Владимир Путин предложил установить соотношение между уровнем доходов молодых учителей и педагогов с опытом. Также он отметил, что снижение уровня жизни населения сегодня одна из основных проблем. Но сейчас рецессия в российской экономике преодолена. Три квартала подряд наблюдается рост экономики, наращивает темпы промышленное производство, наблюдается рост продаж автомобилей, приток инвестиций в основной капитал, подъем сырьевого экспорта. К главе государства обратились десятки человек практически со всех регионов страны с вопросом переселения из ветхого и аварийного жилья, ремонта дорог, проблем демографии, систем ЖКХ и качества воды. Дело близится к развязке. В Самаре судят банду черных риэлторов, убивших клиентку. На скамье подсудимых шестеро человек. Они обвиняются в мошенничестве, похищении паспорта, убийстве и других преступлениях. Из зала суда репортаж Марины Матвейшиной. Подсудимые старательно прячут лица от камеры, пока прокурор выступает с речью. Сегодня в областном суде начались премии по делу черных риэлторов. Шестеро человек обвиняют в мошенничестве, троих из них в убийстве жительницы Самары Татьяны Кладчиковой. Женщина получила в наследство квартиру на улице Георгия Димитрова и частный дом с участком в Зубчининовке. При этом в собственности у нее уже была квартира на проспекте Кирова. Тогда же она познакомилась с риэлтором Цаплиной, которая втерлась в доверие, часто бывала дома у погибшей и через некоторое время похитила ее паспорт. Чтобы продать квартиру на Димитров без ведома Кладчиковой, в документ вклеили фото другой женщины, подсудимой Ледовских. Просто человек сказал, что она согласна, что она в Хабаровском крае наркозависимая, не может. Да, я поэтому и согласилась. А я же не думала, что так все получится. Но была трудная ситуация. Меня также лишили квартиры. Жила на квартире, работала, лишилась работы. Злоумышленники сначала продали одну квартиру, потом оформили доверенность у нотариуса на продажу остального имущества. Однако специалисты заподозрили подделку. К тому времени Цаплина успела уже получить задаток за вторую квартиру в 900 тысяч рублей. Думала, что это обычная купля-продажа. Думала, так сильно она доверяет своей Цаплине. Поэтому пошла на это. Просто продать квартиру моя была даже не задача, как тут было все сказано, а просто она позвонила, говорит, продать обычную, как обычная сделка. Когда настоящая владелица недвижимости заподозрила неладное, Цаплина решила убить ее, чтобы скрыть преступление. Наняла исполнителей. Жертву вывезли в поле в Красноармейский район. Но она успела отправить СМС подруге, что, возможно, не вернется и просит за все прощение. Несчастный несколько раз выстрелили в голову, затем пытались душить, после чего полживую бросили. Если бы ее положили в машину, то есть, ну как вот они нам на стадии следствия говорили, что они убивать ее не хотели, что все это было спонтанно, что Петериков вроде выстрелил в нее, потому что вот она там ругаться начала. У них была возможность положить ее в машину, довезти до больницы. То есть, в общем, по трассе там получается, наверное, Чапаевская самая большая больница, то есть Чапаевское ЦРБ, в том числе хирургическое отделение. Ну и вполне можно было человека спасти. Ну, об этом как раз свидетельствует умысел именно на убийство, что они это не сделали, поскольку они, ну, изначально этого не собирались делать. Ну, в результате их действий как раз смерть и наступила. Через несколько дней сын убитый обратился в полицию. Следователи тут же задержали наемников, а потом вышли на всю преступную банду. Обвинение запрашивает наказание в виде лишения свободы всем участникам от 3 до 19 лет. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. К свободе тоже нужно быть готовыми. В 15-й справительной колонии работает центр «Аврора». Там преступники живут в обстановке, приближенной к домашней. Центр работает всего год, но уже есть первые результаты. Десятки женщин вышли на свободу и смогли устроить свою жизнь. Из дома за колючей проволокой вернулась Олеся Корецкая. Почти как дома. По такому принципу создавали центр реабилитации для женщин, которые готовятся к освобождению. Здесь есть то, чего нет в обычных отрядах или представлено очень скромно. Своя кухня, хорошо оснащенные санузлы со стиральными машинками, комната-досуга с небольшой библиотекой. Александр здесь три месяца. Говорит, жизнь в «Авроре» так называемый центр похожа на общежитие. Елена живет в центре уже семь месяцев, следит за порядком. В комнатах идеальная чистота. По внутренним правилам все вещи должны храниться в шкафчиках. Днем осужденные женщины на работе. Здесь собираются вечером. Центр рассчитан на 23 человека. Пока здесь проживают 14 женщин. Все они попадают в «Аврору» за хорошее поведение, если соблюдают все правила и готовятся выйти на свободу в ближайшие полгода. В спальнях от двух до восьми кроватей. В комнатах отдыха и эмоциональной разгрузки женщины занимаются с психологами, просто общаются, делятся своими переживаниями. Женщина везде остается женщиной и хочет выглядеть хорошо. В спортивном уголке приводят порядок фигуры перед освобождением. Здесь есть несколько тренажеров для занятий. Беговая дорожка, мяч, коврики для дыхательной гимнастики. Говорят, очень здесь популярный. А еще сантиметровая лента для контроля за своими параметрами. За внешним благополучием скрывается большая работа. Женщин готовят к жизни вне колючей проволоки, чтобы после заключения не возникло желание снова приступить к закону. За год из центра «Аврора» на свободу вышли 20 человек. Очень многие присылают письма благодарности нам. Говорят нам спасибо за то, что мы им помогли, мы их подготовили к жизни вне мест лишения свободы. Все трудоустроены, у всех благополучно сложилась жизнь. С психологами занимаются индивидуально и группами. Центр посещают социальные работники и сотрудники центра занятости. Готовят рабочие места для тех, кто скоро будет свободен. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. В Самаре для туристов открыли еще один бункер времен Великой Отечественной войны. Он находится под санаторием «Волга» на седьмой просеке. Это бомбоубежище «Приво», также известно как «Бункер Жукова». До этой недели он был закрыт. Теперь некогда секретный объект хотят превратить в музей. В составе первой экскурсионной группы под землю спустилась и Валерия Макарова. Перед тем, как спуститься под землю, всем выдают резиновые сапоги и бахилы. В бункере сыро, хотя оттуда несколько месяцев выкачивали грунтовые воды. Сюда еще не ступала нога обычного туриста. Долгие годы бункер был законсервирован. Вход закрывала бетонная плита. А под ней лестница уходила под землю на 31 метр. Там зимой и летом 8 градусов. Ну, уважаемые коллеги, обращаю внимание, что уровень воды здесь был по грудь. В народе это место называют бункером «Приво» или бункером под санаторием «Волга». Официально это заглубленный командный пункт генерального штаба. Он построен на год раньше бункера Сталина, в 41-м. Отсюда можно было управлять войсками даже во время сильной бомбардировки. Здесь применили нестандартные системы безопасности. У нас ожидается взрывная волна, например, попытка пробраться сюда. И чтобы от взрывной волны не пострадали обитатели этого сооружения, значит, вот эта железная плита, она в таком нормальном состоянии, вертикально, она срабатывает и гасит взрывную волну. В настоящее время она поднята, и мы ее планируем восстановить, чтобы продемонстрировать все эти чудеса оборонной макартики. Секретов и легенд бункер таит немало, при этом многие архивные документы до сих пор засекречены. Вот этот самый высокий лифт, этот лифт глубиной более 30 метров, он выходит в здание, как я говорил, третий корпус санатории «Волга». В 2000-х за бункером перестали следить, и его затопили грунтовые воды. Сегодня исторический объект восстанавливают сами сотрудники военного санатория. Отсюда вывезли 30 камазов мусора. Бункер хотят превратить в музей. Вода и годы не пощадили этот бункер, и теперь, каким он был, мы можем догадываться только по остаткам интерьеров, лепнины, проводки. Здесь вполне могли проходить совещания военного руководства, ведь это зал совещаний. Теперь это помещение вполне пригодное для того, чтобы разместить экспозицию Народного музея. Народный, потому что любой самарец сможет передать в музей военные экспонаты. Их уже сейчас принимают в санатории «Волга». Первые гости в бункере – это общественники, музейные работники, журналисты и представители турфирм. Экскурсия на всех произвела впечатление. В восхищении тем трудом, созидателем, который был проектировщик, созидатель, рабочий, мастера, который вот этот весь бункер в свое время спроектировали, сделали, создали, что он живой до сих пор, он до сих пор не рухнул, до сих пор, по большому счету, если заменить трубокоммуникацию и электрику, то наверняка еще и будет и действующим. А самое главное, что мы первый в Российской Федерации субъект, на территории которого будет действовать два реальных существующих музея, расположенных в бункерах. В санатории «Волга» уже сейчас готовы проводить групповые экскурсии по бункеру «Приво», а чтобы подготовить помещение для музея, уйдет почти год. Валерия Макарова, Константин Головин, События. Миссия выполнима. В Самаре завершили перекладку теплосетей в историческом центре города. На этой неделе рабочие приступили к замене коммуникации в других районах. К предстоящему отопительному сезону готовят и котельные, а в поселке Управленческий в этом году решат многолетнюю проблему. На улице Зеленой появится новая модульная котельная. Когда начнется строительство, узнала Марина Матвейшина. Зима будет теплой, обещают коммунальщики. По крайней мере, в домах точно. На улице Зеленой в поселке Управленческий построят новую модульную котельную. Раньше тепло в жилые дома поступало из той котельной, что находится на территории колонии номер 6. Но в последние годы из-за постоянных аварий жители домов по улице Зеленой часто оставались без горячей воды и теплых батарей зимой. Готовность самого объекта процентов на 80. Ну, во всяком случае, модуль точно готов. В этом году мы точно будем отапливаться уже от модуля. Подготовка к отопительному сезону в Самаре идет полным ходом. Специалисты проводят профилактику существующих котельных и гидравлические испытания. Успешно завершена перекладка теплосетей в историческом центре города. Работы начались в мае, сразу после окончания отопительного сезона. Сейчас на всех 10 объектах трубы поменяли и приступили к заделке вскрытий. Мы в первую очередь сконцентрировали все свое внимание и силы на выполнении тех объемов перекладок тепловых сетей, которые затрагивали центральную часть города, где в рамках городского бюджета планировалось и в настоящий момент проводить работы по реконструкции уличной дорожной сети. Это практически на своей памяти мы организовано, слажено. Были недостатки, и никто не верил, что мы 12 июня завершим эту работу. Мы ее завершили, и та задача, чтобы сработать в начале сети, а потом ремонт дорог, в этом году она как никогда у нас в полном объеме сработана. Тем временем ремонтные бригады приступили к перекладке теплосетей в других районах города. В этом году планируется поменять около 16 километров труб, что в два раза больше по сравнению с предыдущим годом. Марина Матвеевична, Станислав Левин, События. В понедельник Самара отметила День России. Основные действия развернулись на набережной. Там два дня проходил фестиваль «Волга-фест». Завершился праздник красочным фейерверком. Самые яркие моменты дня России увидели более 180 тысяч жителей и гостей города, а также наши съемочные группы. На «Волга-фесте» масштабном фестивале набережных собрано множество арт-объектов, поражающих своими формами, задумкой и исполнением. Чтобы ничего не упустить и познакомиться с каждым произведением, нужно было следовать за большой зеркальной птицей, возглавляющей променад-шоу «Полет жизни». Оно стало главным путеводителем по фестивалю. Актеры останавливались у каждого арт-произведения, показывали театральное представление и рассказывали про объект. Главная задача, признаются организаторы, помочь в понимании современного искусства. Наша задача была не просто с ним где-то постоять красиво. Мы должны были сделать так, чтобы люди поняли, как его воспринимать. Потому что зачастую современное искусство очень сложно, тем более на улице, воспринимать. Мы хотели, чтобы люди поняли, что это за объект. На Букфесте это город, оживающий книг. И здесь оживают книги, персонажи, писатели, их дома, города и так далее. Ну, видимо, здесь у нас какие-то детские персонажи, зайцы и чебурашки подружились на одной картине. И сейчас мы вешаем это, максимально оживляя наш город. В сказочном городе новые персонажи появляются каждую минуту. Книжная площадка на фестивале набережных – одна из самых популярных. Одновременно с лекциями проходят мастер-классы для детей и взрослых. Нарисовать комиксы, изобразить любимых литературных героев – здесь верх берет творчество. Мы любим разные книги. И зачастую, когда мы их читаем, мы как будто бы погружаемся и путешествуем. И поэтому наши персонажи, мы им создаем места, куда им можно перепрыгивать. Каждый такой человечек может оказаться в «Снежной королеве», потом перебегать в «Гарри Поттера», потом оказаться где-нибудь в сказке «Буратино», поведать его «Золотой ключик», открыть тайну и так далее. Мы продвигаем такую важную для нас вещь, как культура участия. Все площадки, они не настроены так, чтобы человек приходит и просто смотрит. Но для этого есть сцена. Остальные площадки все так или иначе побуждают человека что-то делать. Что-то делать, что потом может остаться, например, в городе. Либо что-то делать, что он потом может забрать домой и оставить себе на память, что он сделает со своими детьми, например. На время фестиваля «Самарская набережная» превратилась в уникальное творческое пространство. Причудливые архитектурные композиции, мастер-классы по кулинарии, возможность самим создать замысловатый арт-объект. На «Волгофесте» даже слоны точь-в-точь, как на даче купца Головкина. Пока одни учатся играть на необычных музыкальных инструментах, другие наслаждаются выступлением творческих коллективов. Деревянный плотно отмели Волги, креативные фонтаны в фестивальную площадку превратился и пляж. В этом году тема фестиваля – навигация на реке и в городах, поэтому особое внимание территории и пляжа. Здесь множество тематических площадок и арт-объектов, но больше всего гостям понравились вот эти гамаки. Здесь можно расслабиться, отдохнуть, покачаться и полюбоваться Волгой. В этом году на «Волгофест» ехались гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Саратова, на Волжских берегах и иностранные артисты. Самара впечатлила актеров французского театра. По словам создателей «Волгофеста», работа по организации не прекращается в течение всего года. Едва закончился этот фестиваль, и организаторы уже придумывают творческие решения для следующего. Алина Чемерс, Василий Колдашов, События. Бодрым шагом с песнями и хорошим настроением к Волге спускаются участники парада «Дружба народов». Всероссийский парад проходит второй раз. На территории нашего региона много лет дружно соседствуют представители 157 национальностей, и поэтому самарцы охотно присоединились к акции. Праздник души и счастья – это единение России. Представляете, такое шествие, столько людей представляет, только, знаете, все народы. Мы любим Россию, которая дает нам возможность, ну, вот так жить хорошо. На главной сцене праздника российские паспорта получили две украинские семьи. Мы вас поздравляем. Отпраздновать День России на набережной собрались тысячи самарцев. С праздником горожан поздравил губернатор Николай Меркушкин. Глава региона напомнил, что наша область во все времена вносила весомую лепту в развитие страны. Регион и сейчас показывает рекордные темпы ввода жилья, направляет большие средства на строительство дорог и социальных объектов. Мы живем с вами в свободной и независимой стране. И всегда мы, когда были вместе, когда были едины, мы были непобедимы. Так было, так есть и так будет всегда. Главным подарком самарцам на День России стал праздничный концерт. Свои знаменитые хиты исполнили музыканты группы «Ума Турман». Завершился праздник красочным салютом. До чемпионата мира по футболу остается уже меньше года. Подготовка к мундиалю в самом разгаре. В музее «Самара космическая» открылась выставка «Крылья будущего». Она посвящена истории географии FIFA, развитию правил игры в футбол и главным вехам клуба «Крылья советов». Особенностью выставки являются передовые технологии. С ними познакомился наш корреспондент. Здесь он позирует, чтобы прибежали папарацци, сделали с ним фотографию. Здесь забивает гол. Стать героем голевого момента футбольного матча и запечатлеть себя на фотографии сможет каждый. Поможет дополненная реальность. Новая технология для «Самары». Пока на экране планшета только обычный игрок в майке сборной России. Но в будущем посетители смогут отбивать мячи настоящих звезд спорта. «Здесь ты можешь увидеть в дальнейшем сюрприз, кто именно, но реальных игроков, которые будут здесь выполнять различные трюки. Вот, с мячом, соответственно. И задумка в том, чтобы это огромная память. Этого не было еще в «Самаре» на таком уровне». Первым уникальную технологию оценил глава города Олег Фурсов. Ему показали и 3D-модель стадиона. На входе гостей встречает занимательная инфографика о прошедших чемпионатах мира. Посетители познакомятся и с самарскими страницами истории футбола. А в центре выставки – макет стадиона «Самара-арена». По содержанию, по зонированию, как мы задумывали, наверное, это хороший вариант получился. Я надеюсь, что он будет интересен, еще когда он обрастет всеми остальными проектами, которые мы вкладывали в эту выставку. Площадку для выставки выбрали не случайно. Комплекс «Самара-космическая» – самый популярный в городе музей. Среди экспонатов музея есть и тест на знание истории футбола. Но насколько я хорош в этой области, сейчас проверим. 15 из 15 – 100% результат. Вы тоже можете его повторить. Выставка будет работать вплоть до чемпионата мира. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. 65 лет всей стране в песнях рассказывают о Самаре. В этом году юбилей отмечает Волжский народный хор. Уже через неделю артисты отправятся на гастроли. Выступать предстоит в Ярославской государственной филармонии и Вологодском Кремле. О чем споют самарцы, знает Алина Чемерис. Хоть программа уже не новая и хорошо сыгранная, артисты Волжского народного хора по полной выкладываются на репетициях. Уже через неделю они будут выступать в Ярославле. Концерт под названием «Эх, Самара, городок» словно спектакль. Номера перетекают из одного в другой, вокалистов сменяют танцоры. Артисты говорят, здесь все универсальные солдаты. Балет поет, хор пляшет и играет на музыкальных инструментах. Зрители собираются покорять мастерством и невероятной энергетикой. Даже когда мы были, так скажем, в ближнем зарубежье, в Казахстане, зрители очень тепло принимают. Зритель все видит. Он видит, что ты из себя представляешь, он видит все в твоих глазах, и он слышит это, когда идет голос в зал, прежде всего передаются вибрации. И вот уже эти вибрации зритель чувствует очень хорошо. Здесь нельзя сфальшивить. В этом году Волжскому народному хору исполняется 65 лет. В юбилейный гастрольный тур артисты отправятся в Ярославль, оттуда в Рязанскую область и в Вологду. Там состоится фестиваль «Лето в Кремле». Покорять публику со всей страны будут свыше полусотни музыкантов, танцоров и певцов. По пожеланиям зрителей, концертную программу доработали. В одном из концертов мы должны будем спеть у стен монастыря. И нас попросили немножко более солидного репертуара, начать с него. Поэтому нам пришлось добавить к этой нашей поездке, и добавить еще произведения, которые, ну так покажут, с более солидной, с более весомой. И даже мы там Погородицу будем петь. Вся программа цельная. Она имеет один концептуальный ряд. И поэтому это очень важно, то, что она связана. И смысловая нагрузка, что в начале, что в финале всегда увязана. Мы рассказываем о том, откуда мы, о Самаре. И в первую очередь мы славим ее. Насыщенная программа включает в себя свыше десятка песен о Самаре и Волге. Юбилейные турне Волгского народного хора обещают быть насыщенным. Первый концерт артиста дадут 20 июня на сцене Ярославской государственной филармонии. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов. События. Классика, понятная всем. Даже на немецком языке. В Самару приехал театр от Илье из Штутгарта. На экспериментальной сцене театра драмы немецкие артисты представили спектакль «Мертвые души» под наименному произведению Николая Гоголя. Театры из Самары и Штутгарта участвуют в проекте «Обменные гастроли». Они проходят в честь 25-летия партнерства городов. Как звучат «Мертвые души» на немецком, услышала Олеся Корецкая. Беседа Чичикова с Маниловым и его женой в представлении артистов немецкого камерного театра выглядит именно так. В зале нет свободных мест. Не каждый день дают классический спектакль на иностранном языке. Я в Самаре живу и работаю несколько лет. Занимаюсь консультированием. Сюда пришел просто как зритель. Послушать родную речь. Мне нравится и Гоголь, мне нравится немецкий язык. Немецкий язык – это, наверное, большая часть моей жизни. Чтобы насладиться вот таким удивительным сочетанием Гоголь и немецкий, это что-то должно быть интересным. «Мертвые души» в исполнении артистов театра «Отелье» в Германии идут уже несколько месяцев. В Самару спектакль привезли по театральному проекту «Обменные гастроли». Руководитель уверен, даже при минимальных знаниях немецкого языка классическое произведение понятно многим. Произведение это, ну как, не надо сказать, что достаточно известно, но известно в Германии. Ну, меньше может быть, чем произведение Достоевского и Чехова, но, тем не менее, Гоголь, наверное, третий из авторов, которого знают. Через две недели с ответным визитом самарские артисты театра драмы отправятся в Германию со спектаклями «Опавшие листья» и «Пришли те, кто пришли». Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. Хороших вам выходных!